Итак, здравствуйте еще раз, еще раз представлюсь, меня зовут Гончик, я являюсь Атласиан-администратором в компании ITVity. Это выступление будет более как обузорное, то что мы используем, какой у нас тег, какой у нас парк именно связан с Атласианом, и какая у нас маленькая компетенция, и что мы можем дальше рассказать в будущем. Ну, допустим, через недельки 2-3, допустим. План мероприятия, план не мероприятия, выступление будет заключаться в том, что я немножко расскажу, как мы работаем с саппортом нашим, и также как бы некоторые валидации для разработчиков устроены, и как тестирование проходит, документация, как хотелось бы нам сделать. Еще раз, кто мы? Ну, мы ITVity, это компания, которая сплотилась из орггрупп, Камерон Тег. Ну, работаем в сфере алгоритмической торговли. Раньше T-Brix назывался в Петербурге, и также продукт называется T-Brix by ITVity, может быть, вы знаете. Ребята делают на low latency программное обеспечение. Офисы расположены в Петербурге, в Стокгольме основной головной офис, и в Чикаго, Гонконге. И, соответственно, так как у нас геораспределено, у нас много задач возникает, типа, быстро чтобы работало, и все это как бы разнесено по странам, и плюс в случае того, что, допустим, дата-центр в Петербурге что-то сломалось, все работало, в Стокгольме что-то сломалось, все работало, и плюс все собиралось. К сожалению, мы не используем Jira Data Center, у нас стендалон, но посредством виртуализации добиваемся некоторых результатов. Используем Jira Conference, как у всех, Bitbucket и серверная, и клаудная часть, Bamboo, Atlas Board у нас есть, он каждый раз дорабатывается. За счет Atlas Board мы добиваемся того, чтобы мы можем то, что на Jenkins'е видеть, то, что на Bamboo'е видеть, и вовремя люди хотя бы на телевизорах видели, что происходит. Еще у меня грандиозная идея просто впихивать всем плагины, автоматически устанавливать в Google Chrome, чтобы нотификация проходила. Ну, вот пока я не запробовали. Вот, ну, для менеджеров у нас Salesforce, вся эта математика с деньгами связана с Salesforce, мы только интегрируемся, собираем данные, Jenkins, как у всех, и у нас есть кастомный кастомер-портал, который работает с Jira, для разработчиков отправляется только REST API и MailHandler используем. Наша структура задач может быть устроена, как и у всех, инициативы, эпики, истории, ну, с обтаски. Почему так? Ну, как бы у всех, у нас плагины Agile, портфолио Fajira, Tempo и наши разные репорты. Пишем сами немножко на Jira, немножко на Groovy и получаем некоторые результаты. Портфолио, хороший продукт, дорогой немного. Удобен для того, чтобы как мы можем проектно оценивать, эффективно оценивать, ну, реальную оценку. То есть, некоторую vision составить, на основе него мы можем закинуть туда необходимый скоп задач, и после уже, как сотрудники, допустим, выполняют, как локируют, на основе него уже более-менее смотреть на более высоком уровне, на уровне начальника отдела или еще выше, стоящим на уровне инициатив и тем. Такая некая агрегация, и можно уже смотреть результаты. То есть, мы по версиям, то есть, немножко что-то можно расширять, типа, роутмапа, фикс-вершн на Jira. Ну, соответственно, там на уровне тем, вот так вот наши менеджеры, не в среднем, чуть выше среднего звена видят результаты. Соответственно, начальники отдела могут сразу вбить свои команды, видят, насколько мощно свои команды оценить, то есть, насколько опаздывают, насколько у них есть capacity для того, чтобы решить задачу, которую вот как раз-таки приоритизировала Юля. А мы вот пытаемся вот впихнуть, не впихуем. Вот. Ну, соответственно, все любят, менеджеры любят колбаски, насколько движется, насколько как, ну, более удобнее, более лучше становится, насколько опаздываем от релиза, насколько плохо разрабатывают что-то. Вот. Да. Ну, насчет сервис-деска, у нас как работает система? Давайте. Ёшкин, вот. Реально ничего не видно. Вот у нас условно клиент. Клиент может нам отправить e-mail, как у многих у нас ставят mail-хендлеры, которые напрямую до Jira доходят. До Jira мы там партим, у нас кастомный mail-хендлер, который интегрирует в Salesforce. Мы можем проверить, это является нашим клиентом или нет, а дальше уже создавать задачу. В случае чего в спам. Ну, в случае чего там дополнительные проверки. Либо клиент может на кастомер-портал дойти, там много валидаций. Тот же самый Salesforce есть, но это не наша поляна, мы не знаем, как идет. Кастомер-портал через RSS API нам отправляет запросы. Следовательно, все эти Jira ratio мы делаем линки, планируем задачи для разработчиков, для инжиниринга, чтобы они дальше могли уже полностью инвестигировать. Пусть поддержка занимается тут. Ну, я думаю, что многие, так примерно подобные схемы работают. Используем скрипт-ранер, автомейшн для этих линков, чтобы в случае чего статуса меня там. Ожиданий на инжиниринг, ожиданий, допустим, на PM, то есть на другой проект можем раскинуть. Майл-хендлер как раз у нас в Salesforce идет. Ну, вообще, в целом мы хотим перейти на Jira Service Desk. Хотелось бы узнать, как на продакшене, можем ли мы убрать этот mail-хендлер и вставить свой mail-хендлер для того, чтобы как раз-таки предыдущий пункт Salesforce работал хорошо. Потому что она тестовая, на самом деле, не очень-то взлетела. Как у нас разработка устроена? Статусная модель у нас очень примитивная, потому что наши разработчики любят просто и удобно, чтобы было понятно. У него для его понимания есть только задачи open, in progress, либо резолтанно, либо переоткрыто. И то verify является для интеграции с тестировщиками. А переходы ставим в себя на вершки? Переоткры заполняем поля? Да, заполняем поля. Далее я расскажу, почему именно сами на себя эти транзакции сделаны. Транзижены. Простите. Потому что, первое у нас, когда open мы говорим, сразу понимаем, что если задача open, на ней никто не трудится, это как в влоге. И чтобы начать, нам нужны fixed version, estimated time. Как раз таки, чтобы мы могли приоритизировать. Используем calculated field в более высоких уровнях. Следовательно, у нас есть in progress. Зачем вам нужен? За счет in progress мы со стороны Bamboo, Jenkins, Stisha, Fishy, у нас есть Stisha, Fishy, хуки, которые проверяют. Эта задача действительно является в влоге прогресс и действительно тот же assign, то есть является коммитером. То есть такие связки делаем один к одному. Где-то интеграция с Bamboo, зачем это нужно? Как раз таки лишний раз не билдит, лишний раз не работает. Влог, ну и не занимать ресурсы. А Resolved, чтобы было обязательно там fixed. А как только чтобы fixed сделать, нужен вообще зачем ты делаешь, что если resolution fixed, значит что-то ты накодил. Где коммиты? Если у тебя, если есть коммиты, хорошо, а вдруг кто-то в твой гранч, там, в общую есть pull request, надо проверить. А действительно ты залагировал время? Ну, documentation поле, насколько ты там документация прописана, не прописана, проверяем. Но fixed version как раз таки road map уже как бы из коробки можно было смотреть на уровне менеджеров, ну, начальников отдела было хорошо видно. Ну, в принципе... А вот вопрос задает. Да, конечно. Выпуски в программе наичи коммитов, pull request и все остальное. А как в каждой квесте было бы просто настроить ивенты, например, этой бачка, которая будет двигать задачу экономически? В принципе, да. Но насчет... Там же есть... И запретить разработчикам самим двигать задачу. Создали венту? Запретить? Конечно. Пробещу. А pull request сделали, pull request сделали, pull request не обжили. Resolved, все просто. Подождите. Ну, в принципе, хорошо. Я насчет как раз таки там же строенной функционалии с триггерами. Пытался это как раз таки разработчикам сказать, давайте немножко ваш workflow поменяем, что-то сделаем. Это почему-то для них больно, пока не хочется. Но я думаю, что по чуть-чуть можно как раз таки изменить, показать лучшие варианты. Я думаю, что стоит им просто плюсы какие-то. Один из этих плюсов, потому что они кто-то только взяли задачу в работу, создали венту, и не надо ходить. Можно даже списываться через смарт-коммиты. Все, логированное время и все такое. То есть вот эти плюсы. Хороший день. В следующий раз я буду как раз у вас спрошу, как вы сделали, и буду продвигать это. Ну, соответственно, исходя из этого, мы делали свой велосипед, в котором на стороне битбакета у нас там хуки на валидность. То есть действительно коммиттер является правильно, он там логины на e-mail выставил, имя, фамилия, чтобы совпадало, валидность бранчей, наличие коммит-месседжей, чтобы смарт-коммит нормально было. И, соответственно, действительно задача является в in-прогресс. Дополнительно еще раз проверяем, чтобы как раз-таки часть разработчиков любит сразу все с консоли работать полностью. Кто-то, может быть, что-то руками в дыру заходить любит. Как раз если это все показать в одно единое место для разработчиков, то это будет хорошо. Спасибо. Примерно так. Некоторые хуки, которые проверят коммиты, чтобы не очень хорошие, плохие слова не использовали в коммит-месседжах, а так как мы синхронизируем... Сейчас это бывает? Да, бывает. Ну, на самом деле, я тоже как-то первый раз услышал, думал, какая-то ерунда. Но на самом деле, когда я сам коммит, иногда кто-нибудь что-то делает, ну, что-то ты сделаешь, вот хочется написать, вот задрали или что-нибудь такое. Это же, ну, профильтровалы. Хочется, что профильтровалы, никто не знал об этом. Как бы некая толерантная корпоративная культура и также синхронизация на клиентские системы работала. Вот. Ну, тестирование. Как вы помните, у нас были статусы Result, Verified. Между Result и Verified у нас используется Verified Version, как раз в поле, и за счет чего мы понимаем, именно в общем workflow, понимаем, что как раз-таки задача проверифицирована, проверена, то есть, тестировщиками. Ну, как только они делают, они делают линк на свой проект для тестирования, где у них хранятся тест-планы, тест-кейсы, тест-темплейты, ну, то есть, это вся база. Используем плагины от TestFlow. В дальнейшем хотим помнить, но мы на седьмую версию не обновились в продакшене. В седьмой версии у них как раз-таки есть Automation for Test Execution. Как раз-таки с целью полностью с Bamboo инкуберировать, что будет очень хорошо. Ну, это из 4 reports для разработчиков, ну, не разработчиков, для тестировщиков и разработчиков иногда нужны бывать репорты, и они могут сразу показать и репорты сделать. На самом деле, с коробки очень хорошие репорты, что даже порой не надо запросики делать. Ох, правила. Тоже повторяется, я уже рассказал. Насчет документации. Если вы помните, то в Workflow у нас были поле documentation, в котором некоторое drop-down поле нужна документация, необходимо задокументировать какое-то состояние статуса дела. И некоторое поле, в котором можно доказать, что там некий линь. Это вот мы как раз-таки проверяем в Jira на каждом переходе. И вот хотим полностью с Confluence объединить это все дело и с Bitbucket. Почему? Потому что мы все понимаем, что есть внутренняя документация, та, которая документация для разработчиков API, и та, которая на публикации идет. И так как у нас часть школы нужна внутренняя документация опубликовать, то это нужно автоматизировать. Он также у нас в Java-доке посредством Jenkins'а, из коробки Doxygen'а все генерятся. Некоторая у нас структура description меняется с правилом документации. Автоматизирована публикация на клиентский Confluence. У нас есть несколько инстансов, которые распределены в разных местах. Мы туда гуляем новую документацию, чтобы клиенты могли спокойно пользоваться. Синхронизируемся посредством лоб-свиста. Ну, в конечном слайде расскажу об этом подробнее. Ну, планы. На самом деле у нас следующие, что, как я уже сказал, у нас используются плюсовые в основном разработчики. Что-то мы хотим автоматизировано опубликовывать в Confluence сразу. У нас в альфа-версиях краски скрипт сегодня дописал. Часть функционала именно работает с гейтвэйем. Краски, например, там, XML-ки, часть файловиков как раз опубликовываем сразу в Confluence. Очень даже хорошо. И сразу проверку сделать, лишний раз не опубликовывать. Ну, извините, вопрос. Да, конечно. А вот как раз вот, хорошо, что перед документацией тестирование, да, было сразу же. Ага. А вот на каком этапе уже происходит написание самой документации? То есть, когда оно там, ready for test или testing, то есть, или уже когда фикс, и уже после этого идет написание документации, там, или храм, или ничего. На каком этапе здесь вот эта автоматическая публикация происходит? Смотрите, автоматическая публикация именно с репозиторий будет полностью работать до резолфта. То есть, все-таки до резолфта. До резолфта. То есть, задача открыта, когда она создается, там условно какой-нибудь параметр нужна документация, не нужна. Как только нужна, разработчик что-то меняет, и он некоторые что-то описывает, компоненты что-то сделал. Это опубликовывается, тогда включается технический писатель, который смотрит, а он достаточно ли написал, ну, насколько понятно, настройка это, и дальше тестировщики добавляются. и у нас вот это поле фигурирует вплоть до закрытия ИШИО. А на технического писателя отдельный саб-таск какой-то создает, чтобы он там что-то делал, или он просто уже знает, как он списывает своих тасков на релиз? У него, он выцепляет посредством фильтра, посредством фильтра, он для всех поля, которые нужны, и он себе в скрамборд и там дальше варится. Ну, у них есть тоже отдельный проект, они как раз-таки могут линковать. Они линкуют, но почему-то это не срастается у нас, чтобы они линковали, так, чтобы можно было доставать информацию. А это понятно, почему дело, потому что у меня тоже в G, ну, на тех писаниях, у меня отдельный проект, но у меня как-то разобрали. То есть, когда я стал линковаться с проектами разработчиков, они сказали, пожалуйста, можешь, ну, дэки, линки, то есть отдельно, пожалуйста, дэк, потому что у них получилось, что мои таски к ним прилились ноутс, начали ползти, то есть, ну, как-то так, пересечения, поэтому, да, технические писатели стараются немножко отсекать, они говорят, просто вяжи там по словам, чтобы вы пересекались. они вот как раз на свой проект они забирают и у себя варятся. У меня также фильтры созданы, то есть, все, на версии, я просто смотрю уже, как-то вижу, как они резольдуют там уже. Да, они как раз таки вытаскиваются. В одном направлении работают. Вот. Ну, хотим, как же, улучшить версионность в документациях. Ну, многие, может быть, кто-то использует scroll-вершин, Kamala workflow. У вас Kamala, да? Просто, мы не используем и пытались тезис scroll-вершин, так как у нас автоматизированно публикуется посредством скриптов на удаленные конфлиенсы. Получается так, что на удаленных конфлиенсах нужны тот же, те же плагины, чтобы вот эти некоторые компоненты заработали, иначе страница вообще какая-то били-бирда получается. Вот такая вот ситуация. Поэтому в поисках решения того, что нужно сделать так, чтобы вот эту версион из документации немного некий бенефит от документейшн-тима получить, потому что что-то мы всем хорошо пытаемся сделать, кроме технических писателей. Понятно. Спасибо. И, ну, публикация у нас происходит, как бы у всех, за DMZ у нас находятся внешние конфлиенсы в разных листах. публикуем по использованию скриптелля ст.пи и в оп-свистах атласен CLI. Там просто копируем нужные спейсы, нужные, просто на целевой внутреннем конфлиенции уже настроены кому-какие права можно читать. Соответственно, тот полюсер он просто то, что видит, то публикует, и это все у нас на внешние конфлиенции выходит. Поэтому вот такая вот ситуация. На этом вроде бы все, но я готов на ответы вопросы, хотел бы узнать, что нужно, о чем будем разговаривать на следующем митап. Почему? Потому что первое, это как приветственные, пытаемся понять, что есть. Мы лиц, кто здесь, кому что интересно, что бы хотелось улучшить, что-то сделать. Например, я знаю, что есть желающие, которых хотят послушать про перформанс, но их не так уж много, потому что перформанс начинается, когда немножко у кого-то достаточно большие системы становятся. Вот. Да, конечно. Да, конечно. я более рады к нам, которые говорили именно аналитика. Но если вернусь к модели, я чувствую, но она достаточно плоская. Да. Я не увидел в проектах, когда аналит идет, мы не так листы используемся, но слушаем, что берем клиент, ну, конкретно как генератор идеи, аналитики, какой-то линейный рот, хотя это маркетинговый смех, вы не в целом как разладно, мы не готовы, а берут большой процесс аналитики, аналитические работы, именно построение моделей, бизнес-моделей, если у вас это все Да, это у нас организовано. Если помните в слайде, где я показывал структуру, где заключается в инициативе, в темах, я сейчас дальше про разработку рассказал уровень задач и саптасок, а то, что выше как раз у нас аналитика происходит, на самом деле, честно сказать, аналитики используют по-разному, я видел людей, которые до сих пор Excel используют, но я не знаю почему, вот, привычка может быть, если хотите, могу в следующий раз рассказать, как именно у нас было бы интересного связи изначально бизнесовая задача, техническую задачу вот этой связки. Хорошо. Я сейчас не могу немножко понять, что-то как раз-таки инициатива. Инициатива, некоторая у нас большая глобальная задача, по сути, уровня проекта, и мы ее распределяем на более мелкие бизнесовые задачи, которые именно тема начинаются. И эпики уже как бы более технические задачи, то есть ноу-агрегируемые, и дальше мы спускаемся на уже такой низкий уровень. портфолио используем. Портфолио используем. Портфолио мы используем и фолио темпы пытались использовать. и кто-то ребята еще до меня тестили big picture, но не знаю, результатов не получили. Вот такие вот дела. Хотелось бы еще вопрос узнать, что бы хотели послушать, что узнать, кто хотел выступить. А можно если стоят то же джиру, там есть релиз, да, функциональность. Ага. Я уже смотрела релиз на базе джира, а кто строит дизменную обгрузку своих продуктов на базе джира. Есть, есть, кто-нибудь. Есть, Мы можем так же, не сказать, беспокойство получить доступ к этим таскам, а не с джири, там да, принесли оценивается. Да. Это просто обмечение. Я имею ввиду, что у нас в джири находится весь проект по там, ну, что нет куо, да? Ага. Вот, у нас есть какие-то, понятно, там, еще дополнительные там, стрэш по хранению куо, наверное, есть файловое хранилище, куда выкладываете, в итоге. Вот как организовано вот этот жизненный цикл куо именно с точки зрения того, то, что на какой-то системе это происходит. CI-CD. Давайте так. Организован CI-CD. На первом спорте. на первом спорте. Кто использует сторонник? на первом спорте. Смотрите. Смотрите. Вот вы, да? Да. Смотрите. Просто смотрите. Мы все, что нужно трекаем, используем фикс-вершн, компоненты. У вас 108 проекта это огромный, это продукт, да? Условно, вы продуктовая компания. И делитесь там по компонентам, используя вот это возможности. Далее вы ну, в Confluence 1 надо публикать. За счет Bitbucket, то есть Continuous Integration вы можете написать те или иные скрипты и все, что нужно. некую бизнес логику, которая будет заходить сюда, выцеплять, закидывать сюда. Вот, за счет с бамбу. А код? Ой, извините. А Bitbucket в Bitbucket храните код, который вы можете отсюда забирать. Хорошо, вопрос. Зачем вам два CI а бамбу и джентлин? Потому что мы смигрировали с три разные компании, три разные религии. И еще вам скажу, что у нас был еще даже где-то один еще крутится кастомная Continuous Integration. Вот, мы пытаемся как раз в ближайшем будущем избавиться от Дженкинса и полностью перейти на бамбу. Чего вам так? Дженкинс не дождается. Мы хотим в одном едином месте использовать. смотрите, жизненная задача, два проекта, ну, то есть, один проект, одни и те же разработчики, только одну и ту же функциональность выполняют, они географически распределены в разных местах. Это одна. И плюс, до этого они были в разных компаниях, и один всегда слышал про Дженкинс, другой всегда работал с бамбу. Шло 2013 года, и он не знает, что такое Дженкинс. И теперь, у них один проект, один компонент, один код уже, в одном месте мы смигрировали условно, и он запускает. Ему говорят, ты плохо сделал. Он говорит, я закомпилил, у меня Дженкинс показывает, все нормально. Как быть дальше? Соответственно, тут приходит Atlas Board, мы говорим, я показываю, смотри сюда. Ну блин, хорошо, он смотреть будет, но, дай боже, он ушел на обед, куда-то ушел, а в Чикаго, допустим, он еще другой, вообще ушел спать. Что делать? Дальше уже, часть уже, как бы не работает, часть компонента, и это очень аффектится. Именно по этой причине, если мы можем в одно единое место, просто удобно будет работать. Что еще раз? Не слышу, еще раз. Автоматически депло идет? Конечно. Вся серия? Не все полностью. Что-то есть автоматизировано, что-то нет. То есть часть у нас с бамбу у нас деплои идут на некоторые системы, которые автоматически, а что-то нет. Так же битбак мы как бы синхронизируем в разные места, но не используем бейтасенджеры. Хочешь ли я технический вопрос? Давай. Я думаю, была бы интересная тема, на самом деле, на следующий доклад, что вот построение CI чисто оплатено функционалом, бесплатно. Так что стэк оклассер позволяет сделать из коробки. Да, сейчас мне коллега, Александр Глухов, который с давних времен как раз-таки часть стэка он настраивал, и он немножко может ответить на вопросы ваши по техническим моментам. Ну, в принципе, у нас все просто. Если мой код попадает в стэш, мы его из бамбу, проверяем из бамбу триггером, собираем, гоняем тесты. Continuous deployment у нас работает не полностью, только частично. В плане того, что от вас с тэком собрать полный процесс, в принципе, можно. Но нужно будет готовым как бы периодически дописывать свои небольшие кастыли. Что и делать. То есть, бамбу, в принципе, хороший продукт, но в нем намного меньше различных лагинов, если сравнивать с тем же Jenkins. Ну, а... В TeamCity не нравится? В TeamCity тоже нет. Ребята, все-таки не понятно, почему именно выбрали бамбу, но понятно, что... А, все очень просто. У нас был выбор либо бамбу, либо Jenkins. Ну, бамбу больше понравился. Ну, просто... Ребята, ничем, если... Скажем так, он был более привычным тем, кто принимал решения. Ни слова согласия. Это как раз-таки кто-то громко орет там по приоритизации, один из аспектов, но и другой из аспектов, это, конечно, application-link сразу все интегрируется, и очень удобно, но... А? Только из-за application-link? Ну, это какой-то фактор. Интеграция намного лучше бамбу, нежели интеграция Jenkins'а с другими Атласи Амстеком. А что им назвать? Это было ненадолго, но помню. Пока еще там. Мы перешли на TeamCity, это небо и земля. А когда перешли примерно? А? Когда перешли? Перешли год назад. Год назад. Мы три года сидели на нем, и по функциональности он очень сильно уступает в TeamCity. Согласна. Зал очень слабо развивается, пока что сидим там. Но проблема в TeamCity в том, что они говорят, надо жить вот так. И это у них хорошо отложено. У жертвовцев более полторы тысячи погибель. Он может решать практически любую задачу. Но извиняюсь через задницу. Ну, не знаю, вот как... Наверное... Много костылей на бамбу. Давайте там. Есть. Давайте напрямую. Есть костыли. Нет. Многие костыли. На самом деле нет. На самом деле нет. То есть у нас плагин написан для своей тестовой системы. Просто он как бы... Просто парсер вывода тестов. То есть там XML-ка. Он его парсит и выдает в формате, который нужен бамбу. То есть он красиво отображает этот тест. И... Все. Не-не-не. Еще, короче, интеграцию с Teams. Microsoft Teams. А у нас еще хипчат был. Только он не взлетел. Мы сейчас перешли на Microsoft Teams. А... Вы подожди. На прошлой неделе я запилил чужой код. Все-таки. А, блин. Подождите. Этот код тоже выпилили. А... Использовал как раз таки хуки. Потому что мы часто используем как раз таки... Сами костыли пишем. Мы пытаемся найти у кого есть. То, что те люди, которые поддерживают это... Они лучше делать, чем мы. Потому что... Зачем? Ну, по крайней мере, я администратор. Зачем мне вот... Лишний код тянуть за собой. Каждый раз вот делать. Или тот же... Интеграция с Salesforce. Это меня блокирует на... Перейти на... Это the greatest Jira. Я на тестовый прошел. Но какой-то... Галимый тест не проходит. И мне говорят, что... Надо делать. А мне нужно разобраться. Ну, в большом коде. Где я такой... А, ну ладно. Что делать? Тогда еще стопорим время на инвестигацию. Такая вот ситуация. Насчет того, чтобы... Бамбу... Ну, я лично продавил одну фичу на Бамбу. За последние полгода. Да, долго... Долго пришлось биться. Сейчас в стыше пару фич сделали. Ну, посмотрим. Действительно ли я достиг того, что именно сказал. Но насколько продавливается... Я вам скажу... Часто я использую как раз-таки разные чатики. Типа Atlassian User Group Moscow. Или чувакам из Jiri Performance Community. И ребятам пишу. Говорю, ребята, вот это было бы круто. Вот так вот сделать. И те ребята начинают голосовать на те или иные задачи. Но... Вы все знаете, да? Что на Jiri Atlassian.net там... Если больше становится там 200-150. Они начинают уже обращать внимание в продакт-менеджеры. И... Ну, сейчас они не очень. Потому что они все начали понимать, что все начали накручивать. Но это на самом деле хорошо вышло. Это один из моментов. Другой из моментов. Ну, вот, допустим, если посмотреть видео прошлых Atlassian Summit'ов. Ну, я часто смотрю и вижу. Ну, вот, допустим, на Confluence сделали совместное редактирование. А если посмотреть, это issue висело. Бог знает, с какого времени. Да, Structure тот же взять. Structure... Они взяли, баг-трекеры собрали и сделали. Камала тот же. Если так пойти по плагинам. Эти чуваки взяли именно трекер. Взяли сколько вотчеров, сколько голосов. И на основе него можно уже заходить, результаты находить. И даже плагины продавать вам. Ну, на самом деле, Atlassian иногда даже показывает список, типа, задач, которые... Ну, короче, смотрите. Может, сделаете чего-нибудь сами. Ну, вот. Ну, или даже тот же самый Automation, который... Сейчас он бесплатный. Он сейчас разделился на Automation Lite и Automation Pro. И часть функционала немножко переехал. Я просто pull-request написал их чувакам. И, в общем итоге, мой pull-request исчез куда-то из Atlassian Labs. Но они вот закрыли часть кода и стал он платным. Ну, то есть, я вот эти механизмы смотрю и... А этот Automation откуда пошло? Тот же самый трекер изначально, кто ребята... В 2008 году обсуждать начали такого рода вещи. Вот. Я был бы рад, если бы вы написали пожелание, что именно в следующий раз послушать, что сделать. Мне вот, допустим, интересно, допустим, тот же самый Performance. Потому что я додолго над ним бился. Мне интересно было. Но все равно это процесс. Установил плагин. Получил функциональность. Получил багов и регрессии по Performance. Вот. Ну, немножко маленький QR-код. И там вы выйдете на Google форуму. И вы можете написать и все это сделать. Вот такие вот дела. Есть вопрос еще. Вы говорите Performance. А сколько у вас задач у Jira? Что у вас это становится критичным? У нас лям было. Сейчас 700 тысяч. У нас там миграции были. Я удалил некоторые беспонтовые штуки. Есть еще много связанных с отчетами. Вы говорите, делаете кастомные отчеты на Java. И на самом деле с большим количеством задач это может быть проблемой. Потому что 10-15 тысяч задач. И Jira уже за тайм-аут 60 секунд. Не успевает ответить. Особенно если у нас какая-то сложная отчетка в отчете. Как вы это решаете? Смотрите. Как я делаю? Мне на фронтенде стоит Nginx. Я люблю Nginx. Беру URL. Выставляю прокси тайм-аут чуть больше. И все. И ставлю Keep Alive. Все дела. Никаких секретов нет. Но честно скажу, я знаю ребят, которые используют какой-то плагин. И он кривой плагин. И начинает намного больше памяти съедать. И это начинает жестко уничтожать. Надо с этим бороться. И смотреть руку. Вот и все. У нас много отчетностей. И мы используем просто основательный сервис. То есть это Microsoft'овский СССР. Если что-то очень сложное. Это подправляет куда-нибудь. Да. Даже если там улучшить. А сейчас здесь под 30. Ульток. Жирок. Ну ты понимаешь, что это работает на копии газа. Ну да. На реплики. Да. Да. Облагается раз в минуту. О. О. Понимаешь. Ну. В предыдущей компании у нас использовался. Кулик. Вью. Достаточно удобно. Он также можно подцепляться на прямой базе. Только это необходимые. Грубо говоря. Логическая репликация происходит. И в принципе нормальный. И очень даже хорошо. То есть с реплики они еще свою реплику использовали. И очень даже хорошо. Лицензия дорогая. Выходит. А вы даже противник. Да? Да. В основной версии и противник. Да. О. Нет. Я не использовал никаких плагинов. Они просто среди. У нас в перфомансе нечем говорить. Только основной версии, естественно. Да. Но небольшое количество задач можно выбрать. Ее приходит на то, что любой репорт можно на какой-то треке загрузить. Соответственно, можно на инвентарном двойничестве. На ту же человеку. На субсет. Где вставлять какой-то треке. И надо даже более прицеплять. Вот. Надо вот это попробовать. Что-то мы это не делали. Потому что мы с аналитиком сошлись на том, что чувак, ну вот моя реплика, дальше что ты будешь. Если у меня будет чуть-чуть нагружаться, я буду ата-та говорить. Я админ, извини на такие дела. Он такой, хорошо, логическая репликация, он уменьшает все, что нужно, берет и все. Но на этом задачи решены. И как бы я был ответственен за то, чтобы хоть что-то нормально работало. Условно говоря. Вот. Ну, хотелось бы тоже, конечно, послушать технически больше всяких вопросов, конечно, какого-нибудь про конкуренцию по интеграции его особенно жива, то есть вот такой статистический, да. Ну, как бы то, что вы сказали, я бы сначала подумал, что это у вас автоматизировано так, то есть, а все это делать так? Ну, нет, не все полностью автоматизировано. Мы стараемся все, что возможно, попытаемся автоматизировать. У нас бэклак что-то растет и растет. Вот такая беда. Ну и плюс еще баги из-за того, что ты писал. Ну, насчет стандартизации. Ну, насчет стандартизации. В предыдущей кампании написано достаточно макросов, там лэйаутов, именно выгрузки PDF, но это там много боли в славе не то, что с кивилицей проблема, flypdf он начинает косячить, много памяти есть. Ну, послушайте, вот такие боли. Пожалуйста, напишите по QR-коду в Google форму, буду иметь виду. И я бы хотел, чтобы кто-то выступил, кто-то что-то рассказал на следующий раз. Ребята со Сбертеха желают. Правильно я понимаю? Мы можем... Нет, мы можем просто, знаешь, как вот, в следующей встрече, как ответ тебе, как у нас... Да, давайте. Ну, вы как раз таки договоритесь, хотя бы абстрактно. Я вот тоже договаривался. Какой струнный, какой удобный, как помогает этот добычек. Давай. Вот отлично. Классно. Вот. У кого как... Кто как живет, кто как делает. То, что у всех боли примерно одинаковые. До какого-то уровня дорастает, или наусанавливали кучу плагинов, или менеджер увидел то, что что-то и нафигачил всего. И после этого что? У нас Jira медленно, Jira боль, или Jira вообще неудобный продукт. Ну, все что угодно. Вот так начинается. Ну, чтобы вот это... Условно там Confluence 6 установил, у меня отблок включен, у меня совместное редактирование не работает. Так что с теста на продакшен не будем пулять, это все косяк, боль. Оказывается, синхроне надо разрешить хотя бы в своем отблокить условия, тогда нормально будет работать. Ну, такая вот тема, потому что WebRTC используется. Сейчас уже родную оба используют. Слушайте, у меня два вопрос. Давай. Есть любимые пользователи, они приходят и говорят, мы хотим 100 новых кастомных полей, и они нам все нужны. О! Особенно первые 10, но последние 20 тоже супер. Как вы договаривались, что у вас есть какой-то реглариум? А это тема? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что у Каджинга? Нет, я вам... Подожди, все в дополнение. Смотри, есть пользователи. У нас есть статус «плоу», «плоу» по-русски «закрыто». А если это задача, закрыть. Если это барб, и закрыть, то... Ёшкин, кошкин. С русскими статусами у меня был опыт следующего характера. Я делал статусы на русском языке, начинал. И так получалось так, что закрыт, и close, блин, это разные статусы, не отфильтровать. Хорошо, если перевод делать, то человеку не нравится. Установил от Тимлида перевод, и это вообще не взлетело. И это очень больно, плохо стало. В итоге, я как раз таки как с большим количеством полей. На предыдущей кампании, как я использовал. Я говорил, первое на совещание приходишь. Джири невозможно, нереально. Эта система, она не гибкая. А что происходит, если они пронюхали? Когда они пронюхали и посмотрели на Marketplace, они посмотрели много вариаций, и говорят, что там много гибко сделано. И видео сделано. И ты начинаешь говорить, смотришь видео. Ну, в ютубе они часто смотрят, где маркетинговые штуки. А Тимлида, допустим, я смотрел. И смотрю, видишь версию. На тесту, у нас чуть ниже версии. Смотри, это был маркетинговый ход. А чуваки из тракчика, они просто прикольнулись. Они сказали, сделают. Так что давайте потерпим. Проходит некоторое время. Они говорят, слушай, на самом деле мы узнали, у тех ребят используется только 7-6 полей. И у нас состыковываются 3 поля. В принципе, мы готовы, чтобы все это у нас одинаково было. А вот остальные 15 выкидываем. Нафиг они нужны? Ну, как-то так получается. Так, сейчас тракч четвертая выйдет. Поставить его. Уже нет эти штучки. И у вас задача сами будет выливаться. А можно еще вопрос задать? Давай. А не только тебе, ко всем присутствующим админам. Можете кто-то рассказать, как происходит у вас процесс тестирования нового админа? То есть, как влияет на перформанс? Ой, да хватит, а! Реально. Это большая проблема, когда появляется, что новое, кто-то точно... Ну, ты теперь раз понимаешь, что с ним можно ответить, но... Добрый момент. Да, да. Но что делать перед тем, которому пойдет? Поезжай. Да. Ну, так и все. Как раз таки мы про перформанс, когда будем разговаривать, мы эти темы все затронем. Я как раз таки часто опираюсь на доклады ребят с Яндекса. Мне уже много лет, уже прошло лет 5-6. Первый человек, кто мне показывал Jira, это Юля, на самом деле. Я был тестировщиком на Jytox, Java Talks. И я тогда Jira, она мне... Что с этой фигурой ты мне показываешь? Ну, ладно, черт с ним думаешь. В принципе, нормально. Хорошо, привык. И тогда я вот видел Яндексу прям целый отдел был. Они там из тенталона прям репликации делали. Я как раз опираюсь много чего на их опыт, а также и... Оставков. Ими, фамилия. Который у вас является консультантом Structure. Это Андрей Ларьонов. Андрей Ларьонов. Все, я знаю. Оставку говорю. Андрей Ларьонов. У него как раз таки все говорится. Тредпулы смотрим, дальше смотрим. И говорится, плагины, беда. Ну, он немножко рассказывает. Либо пишите в саппорт. И все возможные вариации пытаюсь использовать. Первым делом в саппорт. И сам дальше инвестигирует. Все, все, все сразу делаю. И накручиваю. Накручиваю, да? Да, накручиваю. Честно, накручиваю иногда. Вот так вот. Все просто. Отлично. Даже по времени успеваю. Еще вопросы. Последние. Ну, надо понять, сколько у нас бизнеса и все такое. Я думаю, лучше надо через Google форум где-нибудь прописать. Чтобы было демократично. Но также можно пойти и дальше для обычных пользователей. Потому что чаще всего при смотрении подобных систем, трекеров или подобных штук, чаще всего проблема сталкивается с тем, что нет документации доходчивой. Есть документации, описывающие функции, интерфейс, кнопочки. Понятно. А для чего это? Многие вообще не знают для чего. Lockwork нужен. Вся работа идет исключительно в комментариях. Исключительно, а? Сделал дело, дан нажал, забыл. Ладно, сделал Resolve. Менеджер не знает. Так черту, пусть висит. То есть, для пользователей тоже будет интересно. В частности, продукт такой знаменитый и дешевый Jira. Два плюса имеет, на мой взгляд. Есть все, что нужно. И дешевый. Команда 10 человек. Не так много заплатит лицензию. Но я не знаю. Опять же, все познается в сравнении. Наверняка есть продукты лучше. Например, Jira копипастивал в свое время интерфейс с Bugzilla. Собственно говоря, откуда идет название Jira из документа. Да. Ну вот, как бы хотелось бы тоже для обычных приватных пользователей. То есть, в частности, да. Здесь админ, техническая часть, плагины. Но есть также часть, я вот вижу где-то там. Аналитики. В углу, который аналитики. Да, конечно. Аналитика попустим пока. Самое интересное. Они сейчас приходят и говорят, ну так, в Крыме меньше будет. Ну так, давайте. Ну, я думаю, с финансовой точки зрения как-то они продавить могут. То есть, я не веду элементы, для чего я использую. То есть, функционал полностью не раскрыт. Это как Microsoft Word. его не используют на сто процентов. Ну. Какие-то клевые штуки в Jira. Да, ну почему клевые? Не обязательно клевые. Нет, 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 нет. Да, да. Аналитики. Да. Для чего? Опять же, для чего лук-ворк нужен? Какой процесс он поможет решить? То есть, бизнес-задача. Даже не так. Что он покажет менеджеру или тебе в будущем? Для чего эта фишка в будущем может пригодиться? Ладно, я лагирую работу. Мне она в будущем пригодится. Я буду видеть, кто что сделал. По часам. Или, ладно, я менеджер, я вижу конкретно, что сделал. Коммент лучше. Да, 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 да. Оптимизирует работу. Можете об этом рассказать в следующий раз? Ну, я-то могу. Давайте. Пишите. Мы по чуть-чуть вот так соберем и все это сделаем. В принципе, я думаю... Может быть, книжку для чайников написать? Тоже вариант, кстати, индус, который написал для Jira Development Cookbook. Ну, так, индус, который делал. Он же, вроде бы, для чайников Jira писал тоже. Что есть такая? Есть такая. Самое интересное... На русском же можно написать. Как раз таки на русском можно сказать, чуваки, closed, закрыто, закрыто. Можно как бы понимать, что closed. Сейчас у нас как бы можно использовать одно слово и не париться об этом. Ну, вот вы не поверите, но на самом деле действительно столкнутся с проблемой, что даже для того же СВНа есть хорошая книга и все подробно расписано для Jira, но ничего. Да? Что это значит? Что это значит и для чего это использовать? Это же интуитивно понятно. Ну, не знаю. Ну, в принципе, да. Ну, разные реальные случаи, я так начинаю вспоминать. Кто-то в компонентах прямо фигачат, прямо словно проекты. Да. Ну, в том, что она слишком гибкая, из-за этого люди... Начинают очень много вариантов. Она слишком гибкая. Это как взять пластилины и не по правилам его. В этом, кстати говоря, и большая проблема описать юзер кейсы, потому что для один и тот же функционал можно использовать совершенно по-разному. И поэтому у Атласина, мне кажется, нет документации по юзер кейсам. Ну, я как раз таки у ребят с Атласин. Я вам сразу скажу, я с Итмо. Я знаю ребят, есть прямо с Итмо, которые работают в Атласин. И также есть ребята, которые русские, я у них спрашивал просто... Я проходил там практику, в австралийском офисе. А, понятно. Я от этого и знаю, что они откуда сперли интерфейс и потом... Ну, вот, Jira, это год Jira, как раз они вот так чуть переначали. А, как раз таки эти, ну, ребята, как раз насчет best practices, почему на саммитах они слушают другие best practices, кто как использует. Тот же самый Autodesk, у них один standalone стоит где-то в Калифорнии, и они просто на 93 страны. Я ребятам пишу, говорю, у меня вообще беда перформанса, как мне быть? Скажите, пожалуйста, там, какой у вас там latency, там, network latency, где, как, чтобы высчитать, чтобы хотя бы некоторые, у других понять, где у меня, куда инвестигируют, в чем косяк. Потому что там ты начинаешь думать, я там тут накэшировал, тут накэшировал, черт возьми, у меня мозг зарывается от того, что я туда обновил, а у меня ничего не обновляется, где я косящ. И узнаешь, у ребят там вообще, там все просто, примитивно, там, Revis Proxy, там, там, как так, у них J-Boss вроде используется. И на 93 страны, как это, что они используют. И я слушаю, там, кино, часто там выступают на саммите, но я просто на саммите не был, не могу сказать, но как раз-таки вот в мае будет Евросаммит проходить, может быть, узнать можно что-либо. Мне достаточно много видео именно от компаний, кто как использует на YouTube-канале. Это да, я согласен. Ну вот, пишу ценности, знаю, что это, но они смотрят. Так вот в том-то дело, вот мне вот тоже так менеджеры приходят. А мы вот посмотрели. Есть википедии такие, но их тоже кто-то знает. Ох, пора пить. Видим у нас время? Нет, нет, не время, но я просто, может, слайд уже не нужны, а 9 вечера, и партишной. А, понятно. В принципе, да, вот можно. А насчет того, я вот вспоминаю, вот фикс-вершн. Кто заполняет фикс-вершн, там, старт дед, релиз дед в джире? Есть. Есть люди. Есть, это отлично. Я просто сейчас начал туда запихивать данные. Я начал ребятам показывать, допустим, ребята, смотрите, роудмапы, которые то, что вы хотите, то, что вы подаете, мы через костыль делаем, а это можно из коробки сделать. Чуть-чуть немножко там подполировать, и все будет нормально. А там с компонентами тоже правильно, как там используют. Как, ну, на блоге Атласер написано, если мы это сделаем, то это огонь взлетает. А если мы будем немножко чуть-чуть там как раз-таки notification правильно делать, то это тоже взлетает, оказывается. Согласен. Ну, даже частых, очень частых перформанс проблем начинается, когда многие менеджеры начинают придумывать такую тему. Мы пускаем клиентов, клиенты не должны видеть эти поля, и это поле, и это все такое. И это на уровне какой-то security field, какой-то проблем. Behavior использовал. Я behavior использовал, и это проблемы приносит. Да? Я, может быть, сейчас этого продукта нет, Атласер. Я не помню, как он называется. Там можно было кучу фильтров создавать. Для менеджеров очень. Сдаешь кучу фильтров на их языке запросов, и просто нажимаешь кнопку, увидишь. Силк скрипт. Силк скрипт. Да-да-да, они убрали его. Да, убрали они его. Просто хотел бы тоже узнать, если бы он существовал. Полностью. Они полностью... Ну, типа, люди используются джи-джупин и этот скриптрамер. Видимо так. Ну, вот так и получается. Ну, сейчас Trello появился. Я не знаю, во что превратился. Мы его купили. Да. Атласенчик. Да-да-да. Ну, вот я говорю... Это ваше Trello. Да, Trello и что будет дальше. Интересно было бы, что и как пойдет. Не знаю, что получится. В начале было Trello. Да. Пока мы выросли. Так, и узела. Пока.